Славянский район готовится к курортному сезону. Вопросы развития новых видов спорта обсудили в районной администрации. Успешно написавших тотальный диктант наградили памятными подарками. Об этом и многом другом смотрите в нашей рубрике «Дайджест муниципальных новостей». На последнем расширенном приеме граждан главе района обратились жители микрорайона Южного с просьбой установить в их округе детскую площадку. Роман Синеговский вместе с главой города выехал по адресу, чтобы на месте обсудить вместе с жителями все детали. Ну тут если делать площадку, надо ограждение делать. Ну оградить, вычистить карьер, может быть уточки. А тут уточки плавают. И дети будут кормить, как на больнице. Ну приятно, и дети будут хорошо. Вот смотрите, как у детей. А детей много есть? Конечно. В ходе осмотра территории было принято решение провести подготовительные работы по подсыпке территории, а после установить малые формы. Жители, в свою очередь, пообещали помочь с благоустройством территории. Ещё одно обращение поступило от жителей микрорайона Копыл. Там детская и спортивная площадки установлены, но находятся на открытом солнце. Жители попросили посадить здесь деревья, чтобы летом была тень, а также провести ремонт гравийных дорог. Роман Синеговский дал поручение главе города заняться решением этих вопросов, пообещав оказать необходимое содействие. В районной администрации прошло совещание по подготовке к курортному сезону. В прошлом году на территории района отдохнуло более 90 тысяч человек. Прирост составил 5%. Туристов принимали 28 объектов курортно-санаторного комплекса, 3 кемпинга, 3 базы отдыха, 17 гостиниц, 3 пляжа и 2 детских оздоровительных лагеря. С целью привлечения туристов развивались новые направления работы. В целях потребления экскурсионной деятельности ведется работа по созданию новых туристско-экскурсионных маршрутов. На базе туристской организации «Центр туризма» Славянский созданы и активно функционируют три экскурсионных маршрутов православной направленности, которые включают посещение православных мест Славянского и Крымского районов, а также один эго-туристический маршрут «Круптовая столица России», в рамках которого нашим гостям предлагается посетить профильный усадник, знакомиться с технологией хранения и выращивания всех хозяйственных продукций. Также имеется пять маршрутов военно-патриотической направленности. Кроме того, для учащихся образовательных учреждений района, данным «Центром туризма» подготовлены проекты 20 экскурсионных маршрутов. К началу лета все объекты курортно-гостиничного комплекса должны быть готовы к приёму отдыхающих. Места отдыха будут проверены соответствующими службами на безопасность, в том числе и пожарную, на соблюдение санитарных норм и требований. Кроме этого, в порядок должны быть приведены дороги, ведущие к местам отдыха. Времени на подготовку осталось не так уж много, поэтому все ответственные структуры должны работать в усиленном режиме, чтобы создать для туристов максимально комфортные условия пребывания в курортных зонах Славянского района. Вопросы развития новых видов спорта в Славянском районе обсудили на совещании при заместителе главы по социальным вопросам Виталий Титаренко. Руководитель Федерации самбо и дзюдо Максим Бондаренко выступил с инициативой сделать эти виды единоборств официальными в нашем районе и создать специализированную школу. Нам интересно данное направление, почему? Потому что сейчас на уровне и Российской Федерации, ну и, собственно говоря, нашего Краснодарского края активно внедряется самбо в школах, идет вливание каких-то финансовых потоков. И надо понимать, если вовремя сориентироваться и поставить определенное нам, скажем, направление в действие, мы можем и привлечь какое-то дополнительное финансирование из края, и тем самым, во-первых, занятость организовать и спортивное достижение наших детей в данном виде спорта, ну и, собственно говоря, пополнить копилку достижений нашего района, еще и достижений в области самбо. Идея создания школы единоборств была поддержана. Администрация района совместно с Управлением по физической культуре и спорту будут заниматься решением этого вопроса. Подведены итоги тотального диктанта, который в нашем районе написали 119 человек. Отличников, а таковых оказалось 6 человек, а также волонтеров, организаторов и спонсоров тотального диктанта, наградили почетными грамотами и памятными подарками. Чествование прошло в сквере «Аллея любви». Одной из награжденных в этот день стала Ольга Николаевская, показавшая прекрасное знание русского языка. Русский язык любила в школе, затем проходили различные тесты в интернете на знание русского языка, там были неплохие результаты. Мама предложила сходить, мы сходили, так получилось удачно, почти отлично. Участники тотального диктанта, узнав результаты, провели работу над ошибками и уже сейчас начали готовиться к следующему диктанту, который пройдет в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова